Часть 13. Гнездо для мачты. Гнездо для мачты делаем, используя уже имеющиеся размеры на келевой рамке. Проводим вспомогательную линию для нахождения центра. Ставим в этом месте точку. Ставим точку в нижней части гнезда. В окне Right начинаем рисовать контур гнезда. Из нижней точки проводим линию 2 мм. Затем от конца этой линии вниз. Сначала 20 мм. Много. 15. Много. 10. Самый раз. Все размеры вводятся в командной строке. Так как уже не помнится диаметр этой мачты, то производим измерение. 7,2 мм. Значит, из верхней точки откладываем половину. 3,6 мм. Затем вверх 10 мм. Внизу из нижней точки рисуем линию 2 мм. А затем линию вверх под некоторым углом. От верхней линии проводим линию до касания с наклонной. Этой же линии обрезаем наклонную. Пытаемся все это объединить. Отзеркаливаем и снова объединяем. Соединяется не все, так как линия в разных плоскостях. Объединяем что можно, а потом за кончик переносим кусочек к концу основной детали. Объединяем. С наклонным гнездом то же самое, с некоторыми нюансами. Ставим точку. Полученный контур переносим на середину гнезда. От верхней точки по оси мачте проводим линию 10 мм. На конец этой линии ставим точку. Так как оси имеет наклон, то измерение диаметра гнезда надо делать командой Align Dimension. С использованием привязки Perp. Выделяем две нижние точки и используем верхнюю как центр вращения. Разворачиваем их в вертикальную плоскость. Я использовал опцию Copy при вращении. В данном случае это не нужно, так как точки больше не нужны. А полученный контур гнезда можно вернуть на место используя ось мачты. Сам контур гнезда рисуется как и в предыдущем случае. Затем его копия возвращается на место. Вращение с опцией Copy. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...